Что черное, зеленое и полное драконов? Два трейлера к второму сезону Дома Дракона. Почему же разделять на цвета? Чем отличаются эти трейлеры? В необычном ходе HBO выпустили два разных трейлера к второму сезону приквела Игры Престолов, один посвящен королеве Алисенте Хайтауэр и ее зеленой армии, другой – принцессе Рейнире Таргариен и ее черной фракции. Что это вообще значит? Райан Кондал рассказал Entertainment Weekly, что в дрейл сезоне Дома Дракона нет героя. Это внутренняя война семьи, и неважно, кто победит, многие будут проигрывать. После смерти короля Визариса Таргариенна, Рейнира и Алисента оказываются в противоборстве. Рейнира знает, что она наследница. Отец назначил меня, своего старшего, наследником. Но Алисента и ее могущественный отец Отто уверены, что их старший сын, Эйгон II, должен стать монархом. Кондал заявил, одни считают, что это Рейнира, другие – Эйгон, а некоторые из них думают, а почему это должен быть один из них? Может быть, это должен быть кто-то другой? Может быть, это должен быть я? Интерес этой греческой трагедии в том, что происходит, когда в такой мир вносится вакуум власти, как реагируют все эти люди? Так почему же именно противостояние Рейниры и Алисенты известно как зеленые и черные? Это больше связано с модой, чем вы могли бы подумать. В первом сезоне Дома Дракона, когда Рейнира женится на Лейноре Виларионе, молодая Алисента появляется на свадьбе, одетая в красивое зеленое платье. Этот цвет очень важен для рода Хайтауэров, и оттенок – ясное сообщение Рейнире, бывшей подруге Алисенты, ставшей ее соперницей. Хайтауэры готовы к войне. Это буквальный цвет маяка в доме семьи в старом городе, который зажигается, когда война неизбежна, городу необходимо вооружиться. Черная армия, поддерживающая Рейниру так названа, потому что она, ее второй муж и дядя Дэймон Таргариен, предпочитают черный цвет. Баннер, представляющий Рейниру и ее сторонников, изображает красного дракона на черном фоне. В конечном итоге в этой борьбе между родственниками цвета единственная, указывающая на твою преданность, отсюда и зеленые, и черные ярлыки. Помимо того факта, что трейлеры представляют каждую сторону семейного конфликта, известного как «Танец драконов», чем они отличаются? Все сводится к общему настроению. Начнем с Алисенты, полной сожаления и скорби. Хоть она и готова воевать за Эйгона, чтобы сохранить железный трон. Это логично, потому что в конце первого сезона ее младший сын, Эймонд, начинает войну, на самом деле не намереваясь этого делать. В то время как зеленые и черные убеждают дома Вестероса поддержать их, сын Рейниры падает от рук Эймона и его драконов Хагара в воздушной битве. Собственно, за это огромное событие трейлер Рейниры отмечен жаждой мести. Закрывая первый сезон кадр принцессы, готовой отомстить тебе за потерю ребенка, трейлер показывает, что Рейнира, Дэймон и ее дети одержимы местью и кровью. Рейнира убеждена, что забирают ее законное место на железном троне. Огромный став. Дом драконов возвращается 16 июня. Продолжение следует...